Всем большой привет! И в данном видео я вам пошагово расскажу, с чего же состоит начало работы на стоке. Я вам покажу это в табличном виде. Я собрала все в кучу и, скажем так, разделила на пункты. Итак, я переместила на самое начало. Самый первый пункт – это знакомство с самими сайтами. Что такое микростоки и как они выглядят? Итак, немножко теории, что же такое микростоки. Микростоки – это сайты, которые продают какую-либо творческую продукцию. Это могут быть видео, аудио, фотографии. Краткую информацию вы можете посмотреть на моем сайте в разделе «Стоки». Здесь указываются ссылки на сайты и, собственно, название самых популярных сайтов. Есть ли на них экзамен? Давайте сразу же перескочим, пока мы в категории. Здесь вы можете увидеть то, что продает данный сайт. То есть, растровая графика. Сюда относится все, что относится к растровой графике. То есть, это фотографии, иллюстрации, 2D и 3D-картинки. То есть, все, что относится к растру. Видео, векторная графика – это то, что обучаю рисовать именно я. Звук – это аудио. То есть, на стоках можно продавать и аудио. Как видите, здесь отличается. То есть, разные стоки продают разные. В общем, вот сайт, который продает только растровые картинки. И есть стоки, которые продают только векторные картинки. Так или иначе, вы можете подобрать те сайты, которые подходят именно вам. И продают именно то, что необходимо вам. Итак, первое – определиться, с какими же сайтами мы будем работать. После того, как мы определились с сайтами, нам необходимо зарегистрироваться. Да, зарегистрироваться хотя бы на одном, двух, можно сразу трех. Но так или иначе, регистрация – это просто вы указываете фамилию, имя, контактный e-mail и пароль. Регистрация ни к чему не обязывает, вы можете срегистрироваться, а начать работать на стоки позже. Следующий шаг – это экзамен. На некоторых стоках он есть, на некоторых его нет. Экзамен в общей сложности примерно состоит от 3 до 10 работ в зависимости от стоков. Также на моем сайте вы можете посмотреть, на каких стоках он есть, экзамен, а на каких стоках экзамена вовсе нет. Если вы переживаете, то можете начать со стоков, где нет экзамена. Но так или иначе, шаттерсток, начнем, допустим, с него – это самый популярный сток, а там экзамен есть. Поэтому планируйте именно на то, что так или иначе, вам придется сдавать экзамен. Но пока не переживайте, мы об этом поговорим позже и даже конкретно нарисуем парочку картинок для экзамена. Для экзамена на всех стоках мы будем использовать одни и те же картинки. Переходим к следующему пункту. После того, как мы нашли наши сайты, которые нас интересуют, зарегистрировались на них и прошли экзамен, следующий этап – это загрузка наших работ. Я загружаю через FTP-клиент. Это упрощает загрузку, так как можно сразу отправить большое количество файлов, и потом, через некоторое время, они появляются на сайте. Так как, если вы хотите работать на микростоках, вам придется рисовать регулярно и достаточно по многу, то FTP – это тот клиент, который действительно вам нужно установить, чтобы упростить загрузку на все ваши сайты. В последующих уроках мы также посмотрим, как работать со FTP-клиентом. Следующий момент – это налоговая форма. Tax Form. Все микростоки требуют перед тем, как вы первый раз снимете деньги, чтобы вы заполнили налоговую форму. На самом деле, это очень простой и очень короткий шаг. На каком бы стоке вы не были зарегистрированы, лично я делала так, шла в Google, писала, как заполнить налоговую форму, допустим, на Shutterstock'е, то есть писала название своего стока и очень много ответов. Можно написать еще конкретный год. Налоговая форма требуется именно перед снятием денег, поэтому, когда вы только загружаете ваши работы и у вас еще нет 50 долларов, вы можете не волноваться по этому пункту. Но так или иначе, рано или поздно сток потребует у вас налоговую форму. Здесь ничего страшного, надо будет заполнить всего лишь 3-4 поля. Это исключительно для стока, это не для вас, это не связано с вашей какой-либо налоговой декларацией, с вашими налогами. Сток платит налоги за самого себя, так как стоки работают абсолютно официально, то им за вас, скажем так, за ваши работы, за ваши продажи, за вашу прибыль надо платить определенный налог. В этом нет ничего страшного и на любом стоке вам надо будет заполнить просто налоговую форму. Следующий пункт, опять же, когда у нас накопилась какая-то определенная сумма денег, здесь нас уже интересует вопрос, куда нам будут их переводить. Также я показывала это в системе стокового бизнеса, что у вас должен быть либо PayPal, либо Skrill. То есть для работы на стоках вам надо иметь аккаунт в одной из этих платежных систем. Вот мы и подошли к финальному пункту работы на стоках, это ваш портфель. Хочу обратить ваше внимание на то, что на самом деле это самый главный пункт, и именно с этого пункта начинается непосредственная ваша работа. Все вот эти предварительные пункты, это всего лишь вторичная работа, то есть вы их сделаете один раз и больше о них никогда не вспомните. Вы просто будете пользоваться вашим FTP клиентом, вы просто будете пользоваться PayPal или Skrill. Но так или иначе, вся ваша работа заключается в том, чтобы рисовать ваш портфель и совершенствоваться именно в навыках рисования, если вы занимаетесь векторной графикой. Предыдущие пункты как бы страшными не были на первый взгляд, как бы я сейчас вам не рассказывала про налоговую форму, на то, что надо регистрироваться в платежных системах или осваивать FTP клиент. На самом деле это все дело одного буквально дня. Ну так с форума, столько у вас сайт, у вас сам потребует, у вас будет либо окошко всплывет где-нибудь вверху, что необходимо заполнить налоговую форму. Но так или иначе, все эти предыдущие шаги, это всего лишь начало перед самым главным. Да, то есть это считайте вводная часть перед работой. И последний пункт это портфель, это именно то, где вам начнут приходить деньги. Да, то есть какой у вас будет портфель, сколько у вас будет работ непосредственно в портфеле, что вы умеете, что вы умеете рисовать и насколько вы готовы учиться, чтобы рисовать все лучше и больше, соответствовать требованиям стока, соответствовать спросу, да, и потому что стоки это рынок, кто больше умеет и кто лучше рисует, тот больше зарабатывает денег. На сегодня это все, первый урок закончен, и до встречи в следующем уроке, где мы будем регистрироваться на одном из микростоков. Всем спасибо за просмотр и всем пока!